На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Только представители сильнейшего квартета по итогам регулярки. Стали известны все полуфиналисты чемпионата Беларуси по мини-футболу. Витен в третьем поединке четвертьфинала обыграл Борисов 900-4-2. И в следующем раунде плей-офф сыграет со столицей. Вторая полуфинальная пара чисто гомельская БЧ-ВРЗ. Решающий матч против неуступчивой охраны «Динамо» для вагоностроителей начался не лучшим образом. Забить на первых минутах не удалось, а вот мяч в свои ворота получили. Но время очередного подключения к атаке голкипер гомельской команды Юрий Дегтяренко угодил в Якубова, мяч от которого прямиком направился в сетку ворот. Вагоностроители осадили ворота соперника, однако преодолеть оборону минчан не удавалось. На последней минуте первого тайма задача выхода в полуфинал для гомельчан усложнилась. Лазовский точным ударом завершил контратаку своей команды 0-2. К счастью, еще до перерыва лучший бомбардир ВРЗ в этом сезоне Рогачев успокоил и трибуны, и своих партнеров по команде. Мяч влетел в ворота охраны под звук сирены. После перерыва вагоностроители заиграли быстрее. Высокий прессинг и постоянное давление со стороны соперника вынудили столичную команду прижаться к своим воротам. Динамовцы успешно отбивались до 30-й минуты. При розыгрыше аута Селюк навесил на Рогачева. Тот слету пробил 2-2. После этого стало понятно, что вагоностроители на кураже дожмут соперника. Это было делом времени. Автором третьего гола ворота гостей стал Золотухин. За 5 секунд до финальной сирены Лавр уронил на паркет, рвущегося к пустым воротам все того же Золотухина. Красная карточка, а Рогачев с 10-ти метров оформляет хет-трик. Когда команды подходят к решачьему матчу, тут шансы 50 на 50. Тут уже нет ни первого места, ни восьмого. Наверное, помог гол в раздевалку. Это вернул нас немножко в игру. Во втором тайме мы уже вышли и с первых секунд понеслись. Видно было, что мы просто смяли соперника. Соперник просто играл на бой. Я считаю, что мы полностью заслужили сегодня победу и выход в полуфинал. В полуфинале болельщиков ждет гомельское дерби. Первый матч пройдет 26 мая на паркете спорткомплекса «Локомотив». Второй на этой же арене 30 мая. В Берлине завершилось первенство Европы по киокусинка и карате среди юношей и юниоров. Белорусы завоевали 4 награды. Серебро Александра Саниковича из Минска. На третью ступень пьедестала почета поднимались гомельчане Денис Дыдалев и Богдана Скачок. А также Руслан Исмаилов из Лиды. Сборная Гомельской области заняла второе место в командном зачете республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. В Витебске соревновались юношей и девушке 2004-2005 годов рождения. В копилке нашей команды 7 золотых наград. 7 серебряных и 4 бронзовых. Первую строк общего зачета заняли легкоатлеты из Брестской области. «Спартакиада Дюс США» была главным этапом отбора на Балтийские игры, которые в июле пройдут в шведском городе Карлстад. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин